Добрый вечер! Это «Вне игры». Продуктивной выдалась зима для наших легкоатлетов. Вот, к примеру, на первенстве и чемпионате России сразу несколько медалей взяли наши спортсмены. Речь идет о копьеметателях, и все результаты узнаем сегодня у Александра Моисеенко. Александр Моисеенко – заслуженный тренер Приднестровья по легкой атлетике. Между спортивной карьерой и тренерской деятельностью – бейсболист терраспольского клуба АПФ. В конце 80-х, в начале 90-х в составе бейсбольного клуба – обладатель Кубка СССР, победитель Кубка Кубков Европейских чемпионов в группе «Б» – неоднократный призер чемпионата России. В настоящее время старший тренер отделения метания копья «Столичность Дюшор-2», тренер высшей категории. Александр Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, что интересного в метании копья произошло за последний, может быть, год, за нынешний сезон? Кто удивил, какие новости? Ну, если, скажем, в 2013 году у Тарабина Дмитрия было 88 метров, это было уго-го, один из лучших результатов сезона, то в 2014-2015 копье полетело уже с 90 метров. Тенденция такая пойдет, что на Рио-де-Джинейро подготовиться, я думаю, что будет результат за 90 метров олимпийский. О чем это говорит? О том, что мы находимся на новом витке развития копьеметания? А вот, может быть, и так, потому что, как ни странно, выходцы из Кении, из Африки, то есть их давно не было, я вообще их не помню, так и Европа была, Америка была. Ну, тут параллели, может быть, уместно провести и с нашей школой легкой атлетики. Были времена, когда удивляли результатами наших копьеметателей в силу некоторых обстоятельств, да, кто-то уехал в другую страну, кто-то завершил свою карьеру. Ну, скажите, пожалуйста, вот сколько понадобилось вам, как тренеру, времени, чтобы найти свежие силы в новом поколении? Ну, очень просто все. В 2008 году Тарабин, Дмитрий, 77 метров, это лучший результат сезона в мире среди юношей. А сейчас вот Орлов, Николай, 75 метров, то есть как раз подросло это племя молодое, 99-й год, то есть Тарабин 92-го, практически это 99-го, ну, практически 6 лет работы. Вот, ну, в промежутке был Глушко, который 73 метра металл, и был на юношеской олимпиаде в Сингапуре. Ну, и в советские годы наша школа славилась Капиметанином. В советские годы именно наша Терраспольская школа, да, славилась, вот я могу напомнить, Белинский Анатолий, вот, и Битрий Новоселов, которые были призерами Советского Союза, и Филиппов по юниорам был сборной Союза, Советского Союза был на молодежных играх на Кубе. Ну, все, все, практически 70, да, и я сам в 74-м году был четвертым на Спартакеаде школьников, то есть как бы, как бы я ее начал, приехал. То есть с тех пор и снаряды-то уже новые модели, да, что еще изменилось? Снаряды новые модели, ну, как-то уже, как-то это уже и забыли, потому что уже приспособились к этими снарядами, вот, как-то пристроились в техническом виде, в физическом, то есть были круглые, сильные, мощные, боевые, как-то Янис Лусис, Уихон, они были под 120 килограмм. Вы имеете в виду физическую форму, да? Физическую форму, а сейчас такие, как пяткомяки, высокие, стройные парни, вот, сильные физически, очень быстрые, и он по 90 метров, тот же Ян Железный, вот он шок, метр 80 и 85 килограмм веса. Сейчас, насколько я поняла, весь упор делается именно на молодежь, на юниоров, на юношей. Какова ваша цель? Кто установил последний раз, может быть, рекорд Молдовы и за кем пытаетесь угнаться, вот, именно на нашем уровне? Рекорд Молдовы был у Филиппова, про которого я только что упоминал, еще в советское, не в советское, в 90-е годы, как раз только поменялся снаряд. Долго он был, потом рекорд Молдовы был у Тарабина, 74 метра, вот, на сегодняшний день рекорд Дмитрия побил некий Кишиневец, некий Мордарь Андреа, вот, он является призером чемпионата мира, третьим призером чемпионата мира в Америке в 2013 году, вот, он стал, вот, но пока что мы стоим, мы на пятки наступаем. Есть у нас материал в продолжении темы о выступлении нашей команды на чемпионате России, на чемпионате Молдовы, давайте посмотрим и затем продолжим обсуждение. Тираспольчане начали сезон с чемпионата Молдовы, среди взрослых спортсменов Денис Пикус стал вторым, а Алексей Олейник третьим. В категории юниоров Денис Пикус возглавил тройку лидеров. Неделю спустя в городе Мукачево на зимнем чемпионате Украины наши легкоатлеты завоевали еще две медали. В подгруппе старших юношей серебряную награду взял Олейник, его результат 65 метров 59 сантиметров. В этой же категории Даниил Рябцев занял третье место с результатом 61 метр 90 сантиметров. Позже успехи наших копьеметателей мы наблюдали в Адлере, там проходил зимний чемпионат России по легкой атлетике в длинных метаниях. Тираспольчанин Дмитрий Тарабин еще раз подтвердил звание лидера в составе российской сборной. Его результат 78 метров 21 сантиметр. Там же выступал младший брат Дмитрия Максим. Он завоевал бронзовую награду с результатом 67 метров 10 сантиметров. Для меня большая была радость, что он занял призовое место на первенстве России. Это для него такой уверенный шаг в будущее. Рад за него и горд, что мой брат тоже летает себе. В подгруппе старшей юноши 99-го 2000 года рождения награду высшей пробы завоевал тираспольчанин Николай Орлов. Он взял лидерство уже с первой попытки, показав результат 70 метров. Соперников Орлов к себе не подпустил и в дальнейшем, закрепив победный результат на отметке 75 метров 50 сантиметров. Александр Игоревич, один из самых успешных ваших воспитанников, конечно, Дмитрий Тарабин. Ныне он один из лидеров российской сборной. Скажите, пожалуйста, некоторое время затишье в его карьере, на мой взгляд, наблюдалось. Вот эта победа на чемпионате России сейчас может говорить о том, что, так сказать, он вернулся ярко? Ну, почему как бы затишье? Тот год Дмитрий тоже стал чемпионом России с результатом 84 метра. Попал, отобрался на чемпионат мира, я не знаю, что там не пошло, но там результат был более чем скромный. А сейчас 78 метров, в работе этот результат в это время это очень неплохой результат, тем более это выигрышный результат. К этому результату, вот как бы по оценке, на летний чемпионат на Юльмис добавляют 6-7 метров, вот примерно так. Если мы сейчас в работе, на металле 78, то вот он, в принципе, готов на 85-86 метров уже сейчас он готов. Как считаете, увидим ли мы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро кого-то из семи Тарабиных? Мария Бакумова, его жена прославленная, тоже российская копиметательница, или Дмитрий? Кстати, она сейчас была тоже второй на чемпионате России, с ее крейсерским результатом последние два года, 59 метров. Что значит крейсерский? То есть весь год она метала, 59, могла больше, но меньше уже не метала. Весь год она отметала именно в этом ключе, 59-60 метров, вот сейчас началась сезон 59. Теперь вы тренируете младшего брата Дмитрия, Тарабина, Максим, да? Вообще в копьеметании, в легкой атлетике прослеживаются такие династии спортивные. О чем это говорит? О том, что в генах заложены способности, вот в частности метания копья? Да я думаю, что в генах у всех мальчишек это все заложено, просто папа не метал, дедушка не метал, ничего не бросал. Вот если разбудить с 3-го, 4-го класса начать что-то бросать, типа вот в помощь идет бейсбол, то эти гены просыпаются и практически развиваются, и очень сильно развиваются. Вот, то есть затишье люди не умеют бросать, таких мало людей, вот, но они это не умеют только потому, что они ее не бросают, и все. А если взять ребенка в 4-м, 5-м классе в 10-11 лет, то это все развивается, и ого-го, даже неизвестного предела, как это все развивается. Вот, ну так и мальчишка этот пришел, так ничего особого не было. Вот, в общем он у меня прозанимался 6 лет, вот, и 9-й класс закончил, и поехал к брату в Москву, поступил в училище Олимпийского резерва, и тут уже 3-4 месяца он тренируется уже у легенды Копья Макарова, он рекордсмен мира, Макарова Сергея, вот, но был он у меня с 24 декабря по 12 января, вот, был у меня, типа, как на сборах, домой приезжал, вот, 6 часов в день он не уходил отсюда, ну, очень мотивированный парень, и, как бы, я думаю, что у него все получится. Ну, у него достойный пример перед глазами, конечно. Достойный пример, и 67 метров призер России проиграл всего 2 сантиметра второму месту, так что, вот, лето покажет еще, ну, что парень способен. Вы говорите, что Копье и бейсбол идут рядом, да, всегда? В начальной подготовке. В начальной подготовке. Бейсболисты, я знаю, что отмечают определенным образом силу удара, а у Копьеметателей есть такое? Сила броска. Сила броска, да. Да. Ну, так налицо, то есть, если у бейсболистов надо замерять каким-то специальным предметом, то в Копье просто рулетка и видно, что-то тоже лазером сейчас занимают. Ну, бейсбол как бы на начальной стадии, на начальной подготовке, по-моему, это незаменимый вид. Вообще для всей легкой атлетики, не только для Копья, потому что там все на основе естественных навыков, бег, ловкость, прыжки, вот, и дети все это делают за очень короткий срок и очень много раз, и бросков, и ускорений, то есть для легкой атлетики эта игра, ну, замечательная. А для Копья это обучение броску, потом постепенный переход на другой осевой снаряд, вот, ну, праздница, в принципе, такая. Поскольку перешли мы уже так плавно к бейсболу, был у нас в гостях Вадим Балан, и он отмечал свое возвращение в бейсбол, кстати, очень успешное, сейчас он играет в Америке, в MLB, да, вот, он отмечал, что благодаря именно вам он в свое время вернулся к этой игре. Скажите, пожалуйста, интересно, не имеет ли места у вас ревность, может быть? Ну, получается, что воспитываешь, воспитываешь, а ученик твой уходит в другую команду, либо вообще в другой вид спорта. Юлия Никуда не уходила, он с самого детства занимался бейсболом, вот, просто уже в более зрелом возрасте, то есть, вот, 3-4 назад, этому уже было 20 лет, вот, он решил попробовать себя, вот, на позиции питчера, вот, и мы даже, в принципе, начиная, не знали, что из этого выйдет, вот, но очень быстро за год получилось так, что скорость, скорость 97 миль, это не в каждой команде MLB есть такие питчера, вот, то есть за счет чего он и попадает, сейчас он подписал контракт с Миннесотой и Твинс, бейсбольный клуб Миннесоты, и сейчас он был в Новой Зеландии на играх зимних, а сейчас возвращается на базу дислоцирования команды и будет, наверное, этот сезон играть, там, не знаю, как. Кстати, там тоже династия спортивная, да, брат тоже? Да, там брат готовится, брат тоже на старте, на низком, потому что 12-го числа, 12-го марта он выезжает в Америку на двухнедельный сбор, просмотр европейских команд и спортсменов в Америке, вот, то есть, это большой шанс отобраться. Но это люди, которые изначально, да, пришли в бейсбол и, может быть, где-то под вашим руководством отрабатывали какие-то навыки, а есть такие случаи, которые, ну, вот, может быть, вы теряли легкоатлетов, да, из-за бейсбола? Ну, как, были малыши, это я даже не хочу об этом говорить, ну, малышей попросили у меня, чтобы они куда-то съездили поиграть, вот, они поиграли, ну, конечно, детям игра интереснее, чем обучение, обучение, обучение. Конечно, им понравилось больше играть, чем у меня какие-то, отрабатывать, там, моменты и на штанге, и на бросках, то есть, у меня, как бы, более взрослый вид спорта. Технически больше, да? Технически больше взрослый вид. А какими качествами обычно обладают люди, которые остаются у вас надолго? С вами, всеми самыми-самыми. Скорость, сила, гибкость, вот, то есть, абсолютно все обладают этими качествами. А если взять, в целом, легкую атлетику, вот, из всех дисциплин, по популярности, какое место занимает метание копья, вот, с охотой ребята приходят к вам в секции? Набор всегда сложный в легкой атлетике, набор всегда очень сложный, какая бы дисциплина ни была, вот, потому что, опять, вот, это не игра, вот. В игре ребенка сразу заинтересовали, вот, комбинации, моменты. Здесь приходится игру дополнять, как вид, который можно заманить, завлечь. То есть, я могу пойти набирать, сказать, что чем ты хочешь заниматься? Он, футболом, хорошо, давай будем футбол в неделю играть. Вот, волейболом, давай волейбол в неделю. То есть, я прыгаю перед ним, вот, как бы, давай, дорогой, пошли будем, будем волейбол играть. Но потом они, потом они уже начинают приспосабливаться, смотреть. То есть, очень, очень большой, большой спектр упражнений. Момент, где они преодолевают себя, им, в конце концов, начинает это нравиться. И потом плавненько, плавненько я их уже вывожу на специализацию. Есть повод, да, пригласить Дмитрия Тарабина, может быть, каких-то еще ваших прославленных. Дмитрий Тарабин, кстати говоря, приезжал и даже организовывал турнир, по-моему, если я не ошибаюсь. Это вот как-то повлияло на психологию наших спортсменов? Ну, несомненно. Дмитрий проезжал и приезжал бы. И мы задумывали с ним организовать здесь турнир имени Дмитрия Тарабина. И думаю, чтобы раскрутили бы его, потому что там еще и Маша появилась, а по-ты, Диму и Машу можно было и Железного пригласить, Яна, и много-много-много таких людей, которые... То есть, ну, к сожалению, так получилось, что с Украиной им как бы сложно сейчас переезжать, летать. Ну, вы вообще поддерживаете, я смотрю, отношения с вашими воспитанниками? Конечно. Поддерживаю, конечно. Поддерживаю, болею за них, радуюсь. Вот они меня поздравляют тоже. Мы же еще на том же чемпионате России были, были в призах, Пикусом-то другого года. И Маша подошла и говорит, Абыкумова, я имею в виду, подошла и говорит, я очень горда за вас, я думала, что вы будете здесь статистами просто присутствовать. А вы взяли еще и вторыми стали. Я говорю, Маша, мы хотели вообще все трое стать первыми. Просто в Орлова туда не вышло. Ну, вот сегодня, а сегодня, вот вчера мы и подтвердили это, 19-го числа, что мы стали первыми и вторыми. Александр Игоревич, я знаю, что вот одно из последних выступлений на Молдове не слишком было успешно. Рассчитывали там на более серьезные результаты? Вот расскажите. Ребята загорелись, были очень настроены, хотели дать бой, ну, как бы посоревноваться. Но, к сожалению, приехали в Молдову. В Молдове этого возраста нет. Всего лишь один стадион, и тот ведомственный. Под юношей они арендовать его не стали. В результате вывели нас на пустырь за Манежем, где нет ни дорожки беговой. Покрытия нет, там 12-метровая дорожка. Ну, и мы просто отработали на первой, второй, третий, без результата получилось. Получилось, что с трех шагов метали, по 60 метров они наметали. То есть разочарованы уехали, потому что думали, что будем на стадионе выступать. А выступали на пустыре, где дорожка половина стандартной. То есть ничего нет. Александр Игоревич, в прошлом году центральным событием был юношеский фестиваль, на котором выступал Олейник. В этом году какая у вас основная цель? К чему готовитесь? В этом году в том же Тбилиси проходит первый чемпионат Европы среди юношей. Раньше не было. Юноша 99-й, 2000-й год, как раз это возраст Олейника. И Рябцев там на подходе 2000-го мальчик тоже почти, что норматив они выполнили. То есть, что, кстати, Орлов тоже выполнил российский норматив. Но что Олейник поедет на этот чемпионат Европы, это уже 100% практически, если ничего не случится. А вот Орлову еще надо будет подтверждать, что он чемпион России. То есть, это как бы зимний чемпионат России, там еще будет два отбора региональных, и плюс чемпионат страны будет летний. Вот если там он где-то покажет что-нибудь подобное, то тогда он может быть и поедет на чемпионат Европы за Россию. А Олейник уже 100%. То есть, Орлов рискнул, то есть, Орлов бы поехал. Орлов рискнул за Россию, ну, посмотрим, как. Так, будет риск оправдан или нет. А Олейник едет уже 100%. И Пикус, это 98-й год, тоже сейчас чемпионат мира по юниорам в Польше. Вот, Пикус тоже норматив выполнил еще в том году. И в этом году уже подтвердил, так что думаю, что он тоже поедет. Будем болеть, спасибо вам огромное за участие, удачи вам. Спасибо, мы будем стараться. Александр Моисеенко, тренер по легкой атлетике, был сегодня у нас в гостях. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. До встречи на Первом Приднестровском.